Красивый, нарядный и такой вкусный слоеный салат с морковью по-корейски. Многие знают этот рецепт под названием бунита. Впервые я его попробовала в одной пиццерии. И потом долго искала удачные пропорции, чтобы вкус стал идеальным. Сегодня поделюсь с вами этим рецептом. Вы удивитесь, как все просто и быстро. Я уже отварила, остудила и очистила 5 яиц. Теперь нужно аккуратно отделить белки от желтков. Белки измельчаем на мелкой терке. Вот так, как у меня получилось. Желтки тоже натираем на мелкую терку. Теперь сыр. Нужно 150 грамм тоже натереть на мелкой терке. Можно брать любой твердый сыр, который вам больше нравится. Куриную грудку я заранее запекла в духовке. И теперь нарезаем произвольными кусочками. Можно кубиками, брусочками или вот так, достаточно мелко, как у меня. Вот и все. Подготовку ингредиентов мы закончили. И теперь собираем салат. Этот салат слоеный, поэтому укладывать продукты будем в порядке очереди. Хорошенько промазывая каждый слой майонезом. Для формирования салата я использую сервировочное кольцо. Первым слоем кладем измельченную куриную грудку. Щедро смазываем майонезом или другим любым соусом. Рецепты оставлю в описании под видео. Второй слой это морковь по-корейски. Конечно же такую морковь я готовлю сама. И подробным рецептом я с вами уже делилась на канале предыдущих видео. Обязательно попробуйте приготовить. Если еще не готовили и пропустили это видео, это очень простой и вкусный рецепт. И как раз для новогодних салатов просто идеален. Рекомендую посмотреть. Дальше третий слой. Это сыр. И снова все промазываем майонезом. Предпоследними укладываем яичные белки и слой майонеза. Ну и наконец яичные желтки. Аккуратно снимаем стенки формы. И салат бунита готов. Перед подачей советую поставить его в холодильник хотя бы на пару часов. Чтобы слои хорошенько пропитались. Украшать салат бунита можно по желанию. У меня сегодня свежий укроп. Сочетание нежной курицы, воздушных отварных яиц, сытного сыра и пикантной моркови по-корейски. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Желаю вам успехов в приготовлении. И приятного аппетита. Всем пока-пока. До новых рецептов. Редактор субтитров А.Семкин